МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире на Вурайской обещательной кампании «Время новостей». Сегодня среда, 24 января, в студии Альбина Бабкова. Коротко о главных темах. Это не игры, а игрищи. Евгений Куйвышев прокомментировал исключение биатлониста Антона Шипулина из списка олимпийцев. 24 января свой юбилей празднует директор одного из старейших средних профессиональных образовательных учреждений Новоуральска Анатолий Басилая. Нет снега – нет проблем, но уральская зима непредсказуема. В очистке территории округа от снега и наледи задействовано 38 единиц снегоуборочной техники. На очистке дворов работают 126 дворников управляющих компаний. Стал призером Олимпиады Росатома, зачислен без вступительных экзаменов в НИЯУМИФИ. В этом году руководство госкорпорации и ВУЗа приняли решение талантливых старшеклассников, победителей по дисциплинам физика и математика, принимать без ЕГЭ. Об этом и многом другом прямо сейчас. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев прокомментировал не включение биатлониста Антона Шипулина и других чистых, то есть свободных от допинга спортсменов, в список участников Олимпиады 2018. Цитата. «Я считаю, что это абсурд и издевательство над талантливым спортсменом, над спортом как таковым. Антон никогда не фигурировал в расследованиях по поводу допинга. Ни в чем подобном не обвинялся, он не принимает запрещенные препараты и всегда выступал за чистый спорт. Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тренировкам и является кандидатом номер один на олимпийское золото. Думаю, именно поэтому его и не хотят видеть на играх. Но в таком виде без самых сильных спортсменов это не игры, а игрища. Люди, которые стоят за такими решениями, пытаются уязвить российское руководство, но на самом деле разочаровывают всех россиян, миллионы болельщиков. Мы уже согласились на участие под нейтральным флагом, но этого показалось мало. Нам придумали повод для нового унижения. Когда-то ради олимпийских игр останавливали войны, а сейчас интриганы специально превращают олимпиаду в поле конфликтов. Это недопустимо, это низко. Я надеюсь, что МОК признает ошибку и все же включит Шипулина в список участников. Антон, Свердловская область, вся Россия с тобой. Конец цитаты. Такие слова в своем инстаграм написал глава региона, снабдив пост совместным фото с биатлонистом. В списке участников, напомним, также нет Сергея Устюгова, который возглавляет сборную по лыжным гонкам и конькобежца Виктора Анна. И как стало известно, Свердловчанки, спортсменки из Новоуральска Евгении Захаровой тоже закрыли въезд на Олимпиаду. Точнее, она не получит приглашение Международного олимпийского комитета на участие в Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Так или иначе, но олимпийские игры перспективная новоуральская шорт-трекистка пропустит. Напомним, Евгений 23 года, она мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, выпускница Уральского федерального университета. Шорт-треком начала заниматься в родном городе, в Новоуральске. Последние 7 лет представляют Россию на международных соревнованиях. Чемпионка Европы, серебряный призер Всемирной зимней универсиады. Напомним, в Олимпиаде в Пхенчхане смогут принять участие только те российские спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговой системе. Они выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России». Соответствующее решение было принято исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря прошлого года. Пока зима на Среднем Урале отличается малоснежием. В период с ноября по сегодняшний день с улиц Новоуральска вывезено 14 тысяч кубометров снега. Это в разы меньше, чем в прошлом году. Но расслабляться рано. В Новоуральском округе в оперативном режиме действует штаб по уборке территорий. Об особенностях очистки города от снега этой зимой в нашем следующем материале. В Новоуральском городском округе в зоне ответственности дорожно-коммунальной службы и управляющих компаний более 2 миллионов квадратных метров городских территорий. Из них 1 миллион автодороги, 300 тысяч тротуары, более 600 тысяч квадратных метров газоны, межпоселенческая автотрасса, починок, польники. С 1 января 2018 года передана в собственность Свердловской области. И содержание этой дороги осуществляет ООО «Уралдортехнологии». Новоуральцы помнят, что в прошлом году снегоуборочная кампания была по сути дела сорвана. Поэтому теперь ситуацию контролируют не только городские власти и ГИБДД, но и депутаты Думы 7-го созыва. 23 января ответственные за очистку округа от снега доложили народным избранникам о ходе кампании. В целях контроля очистки территории у нас уже больше года организована работа городского штаба. В состав штаба входят как специалисты администрации, так и управление городского хозяйства, ГИБДД наше, общественные организации и плюс депутаты Думы. Вот таким составом штаб позволяет действительно оперативно как рассматривать вопросы, которые направлены на улучшение очистки, так и, соответственно, оперативно принимать решения, что необходимо срегулировать, для того, чтобы этот процесс шел регулярно, постоянно и, скажем так, в надлежащем виде. В очистке территории НГУ от снега и наледи этой зимой задействовано 38 единиц снегоуборочной техники. За состоянием дворов следят 126 дворников управляющих кампаний. Несмотря на то, что пока погода позволяет всем ответственным службам работать без аврала, ситуация должна отслеживаться ежечасно. Подводить итоги зимнего сезона еще рано, потому что, как мы видим, сейчас наступает холода, то есть будет возникать накат снежный, колея. Это первое. Второе, есть уже какие-то предупреждения о том, что к нам идет опять очередной циклон. Значит, все угрожали, угрожали, что там дойдут предыдущие, но, слава богу, все как-то нас миновало. Отличает этот зимний период, конечно же, малоснежная зима. То есть даже ранее заключенные контракты по вовозу снега у нас не были реализованы, то есть мы даже не вступали в такие мероприятия. Дорожно-коммунальная служба справляется своими силами. Соответственно, ну, как говорится, нет снега, нет проблем. По словам специалистов, проблем не должно возникнуть, даже если начнутся обильные снегопады. Кроме парка, снегоуборочной техники, дорожно-коммунальной службой создан запас посыпочного материала и противоледного реагента. В этом году, на самом деле, зима нас несколько балует, снега не так много выпадает, но, тем не менее, он есть, и надо с ним бороться. Образуются у нас и наледи на дорогах, и снежный наст на тротуарах. Поэтому, в принципе, как и обычно в любые другие года, мы используем чистый песок на тротуарах. На дорогах мы используем песок в смеси с реактивом галит, это натрий хлор, в общем-то, безопасная техническая соль. И в тестовом варианте, в этом году мы используем такой довольно-таки сильный реагент, это кальций хлор. Он используется, закуплен в очень небольшом количестве, используется в таких критичных ситуациях, скажем так, для борьбы с очень сильной наледью, гололедом. В городе организовано четыре площадки для временного складирования снега. Конечная остановка в Южном микрорайоне по улице Ленина у выезда, в сторону поселка Мурзинка, территория у второй промплощадки и по улице Шевченко, на месте, где раньше размещались теплицы. Отметим, что за период с ноября 2017 по январь текущего года ГИБДД Новоуральска выдано 62 предписания на устранение снега для безопасности дорожного движения. Цифра в три раза меньше аналогичного периода прошлой зимы. Все замечания ДТИ устраняются оперативно. Мария Антонова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Заслуженный учитель России, лауреат различных национальных премий и проектов, кандидат социологических наук, директор колледжа при филиале МИФИ Анатолий Басилая сегодня празднует свой 70-летний юбилей. Теплые слова благодарности за труд и пожелания всего наилучшего в адрес юбиляра звучат из уст руководства, коллег и выпускников. В Уральском политехническом колледже Анатолий Александрович начал работать с 1976 года. Начинал преподавателем, затем стал заведующим отделением, заместителем директора, а с 2006 возглавил колледж НТИ НИЯУМИФИ. За это время образовательные учреждения окончили тысячи учащихся, которые, получив диплом о высшем образовании, пришли в колледж работать, став коллегами Анатолия Басилая. Каждый юбилей – это своеобразная точка отчета для формирования новых перспектив, поиска нового импульса развития, когда благодаря жизненному опыту покоряются все новые вершины. Кажется, что многое есть и многое можно приумножить. И в этом стремлении вы вселяете в свой коллектив своих студентов оптимизм и уверенность. Анатолия Басилая коллектив колледжа характеризует как компетентного руководителя, профессионала, решительного в достижении поставленных целей и чуткого по отношению к людям. Именно у такого руководителя и могут быть такие творческие коллеги. Привыкли рядом мы идти уж много лет подряд. Несет наш дружный коллектив всем бодрости заряд. И жаль, что друг другу редко слова о главном говорим. А вот сегодня скажем метко, а вот сегодня не смолчим. Учитель, педагог от Бога. У вас достоинств очень много. Не каждому дано учить. Терпеливым и спокойным быть. Внимательным к своим ученикам. Все с легкостью дается вам. Здоровья, счастья пожелаем и с юбилеем поздравляем. Говорим мы вам спасибо за высокий тяжкий труд и желаем 100 улыбок. Пусть они не сходят с губ. За время работы в колледже Анатолий Александрович неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами за добросовестный труд. Высоко его профессиональные качества отмечает и руководство Новоуральского технологического института НИЯУМИФИ. Дорогой Анатолий Александрович, я от всей души поздравляю вас с юбилеем. Вы много лет посвятили педагогическому труду работе в политехническом колледже, в настоящее время в колледже НТИ НИЯУМИФИ. Дорогой Анатолий Александрович, я желаю вам от себя лично и от руководства Новоуральского технологического институтне ЯУМИФИ. Самое главное – крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма. А еще Анатолий Басилай – лауреат Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» Национальной премии «Руководитель года». Высоким званием гордится весь преподавательский состав колледжа. Наш директор к успеху вектора! Поздравляем! Для многих сотрудников Новоуральской вещательной компании колледж стал ступенью в образовании, базой, которая научила ценить дружбу, помогать товарищу и дала фундаментальный багаж навыков и знаний, которые неоднократно пригодились в жизни. Коллектив НВК присоединяется к поздравлениям Анатолия Александровича Басилая. Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания. В Новоуральске идет масштабная работа по подготовке ко всероссийскому конкурсу. Заключительный этап фестиваля «Теарта Олимпро Сатома» пройдет в нашем городе с 4 по 6 марта. Чтобы мероприятие прошло на должном уровне, все заинтересованные учреждения города основательно готовятся не только к федеральному, но и муниципальному этапу конкурса. Тему продолжит Наталья Ребрищева. Новоуральск не только спортивный, но и культурный. Очень творческий город. Об этом знают и координаторы всероссийского проекта «Школа Росатома», которые второй год подряд доверили нашему городу проведение федеральных мероприятий для талантливых детей атомных городов России. В прошлом году «Арт Олимп Росатома», а в этом году конкурс театрализованной направленности «Теарта Олимп Росатома». Город начал готовиться к Теарту еще в прошлом году и в 2018-м проходят оргкомитеты. На днях в Управлении образования состоялось совещание с руководителями творческих коллективов Новоуральска, которые примут участие в муниципальном этапе конкурса проекта «Школа Росатома». Я надеюсь, что в итоге мы увидим очень качественные театральные постановки, которые полностью проработаны, начиная от идеи, продолжая сценарием. Коллективы отвлекаются очень хорошо, они настроены на победу, они настроены на результат. Муниципальный этап пройдет 2 февраля на сцене Центра внешкольной работы. Городские коллективы активно готовятся к постановкам. Их подготовка не замыкается на репетициях, режиссуре, оттачивании актерского мастерства, потому что Управлением образования в социальных сетях создана группа, в которую творческие люди города выкладывают свои ролики, мастер-классы для юных артистов. Ольга Шубина из Центра внешкольной работы по изготовлению костюмов из нетрадиционных материалов, которые можно приготовить для любого спектакля, очень мобильные. Мастер-класс Татьяны Васильевны Захаровой, которая представила свое видение, как научить ребенка владеть голосом. Мастер-класс Татьяны Михайловны Олешковой, она представила мастер-класс по сценической речи. Мастер-класс для нас подготовила детская школа искусств, мастер-класс, который вызывает восхищение, который очень всем нравится своим профессионализмом, своей подачей. Это мастер-класс от театра музыки, драмы и комедии, профессиональных художников-постановщиков. Каждый участник конкурса готовит спектакль на одну тему – улица с историей. Чтобы выйти в финал и соревноваться с талантливыми детьми атомных городов России, нужно продумать до мелочей весь спектакль, начиная от идеи, сценария, красивыми незагруженными декорациями и смысловой нагрузки постановки. Все, кто пройдет муниципальный этап, примут участие в финале. Всероссийское мероприятие для талантливых детей атомных городов России Те-Арт Алимпрус Атома в Новоуральске пройдет с 4 по 6 марта. Наталья Ребрещева, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Больше 200 математиков и почти 100 физиков на базе Новоуральского института прошел отборочный очно-заочный тур Олимпиады госкорпорации «Росатом» для школьников. Подкованных в точных науках старшеклассников в этом году зачислят на факультеты НИЯУМИФИ без конкурса. Достаточно стать призером этих интеллектуальных соревнований. Подробности узнаем у Марии Антоновой. «Росатом» уже 10 лет работает с талантливыми старшеклассниками, поощряя победителей корпоративной Олимпиады. Мероприятие пользуется большой популярностью среди выпускников школ, ведь это хорошая возможность проверить свои силы для тех, кто нацелен на получение технического образования. На Новоуральск для решения задач приезжают и ребята из соседних населенных пунктов. В этом году у нас зарегистрировалось для прохождения математики более 200 человек, и мы проводим сегодня в два этапа. Завтра у нас будет проходить физика, и зарегистрировалось около 100 человек на прохождение отборочного тура по физике. Олимпиада госкорпорации входит во всероссийский перечень школьных олимпиад и относится к первому и второму высоким уровням. Задания сложные, требуют неординарного подхода к решению. Победители и призеры получают льготы при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации. Эта информация размещается на официальных сайтах университетов. В этом году впервые руководство НИЯУМИФИ предоставляет за дипломы первой, второй и третьей степеней право не проходить СИТО ЕГЭ и стать студентом этого учебного учреждения по факту победы. Причем филиал для дальнейшего обучения выбирает абитуриент. Можно поехать и в Центральный, Московский, а можно остаться и в родном городе. Кстати, в Новоуральском технологическом институте учатся ребята со всей Свердловской области. Нижнего и Верхнего Тагила, Первоуральска, Невьянска, Кировграда, Краснотуринска. Участники Олимпиады рассказали нашей съемочной группе о том, зачем усиленно изучают точные науки и кем хотят стать в будущем. Участвую в туре по математике. Задания по сравнению с интернет-олимпиадами, которые я писала до этого, вполне решаемые, конечно, сложные, но в отличие от тех, здесь я знаю, что сделать и как сделать. Я хочу стать прикладным программистом и это, в общем-то, основной предмет. Вообще в городской олимпиаде в этом году участвовал. По сравнению с ней это чуть посложнее будет. Уравнение довольно сложное, нужно думать, но благо разрешают культуратор использовать. Тут надо считать очень много уравнений, вот одни сложные. А вернетесь в родной город, если остальное? Конечно. Я вернусь в город и буду работать в 47-й гимназии. Учитель математики. Результаты очно-заочного этапа станут известны в последних числах января. И лучшие получат пропуск в следующий очный тур. А для тех старшеклассников, кто еще не определился с выбором специальности и вуза, новоуральский филиал МИФИ приглашает 15 февраля в 18 часов на день открытых дверей. Можно будет узнать подробную информацию об этом высшем учебном заведении и принять участие в работе интересных площадок. 3D-моделирование и прототипирование, занимательная электроника и химия и многие другие. Мария Антонова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. 2018 год начался в детской художественной школе Новоуральска со значимого и долгожданного события. Открытие выставки профессора Уральского государственного архитектурно-художественного университета члена Союза художников России Мирзы Мамедова. В выставочном зале школы был настоящий аншлаг. Любители живописи и графики, юные художники, учащиеся школы-студии изобразительного искусства, студенты Екатеринбургских художественных вузов. Все они собрались, чтобы встретиться с Мирзой Мамедовым, узнать о творческой манере, о невероятно солнечной палитре уральского художника с восточными корнями, как называет себя сам мастер. Живопись такого уровня, графика такого уровня для Новоуральска – это события, это очень интересные и, может быть, даже насыщенные новыми какими-то вещами, новыми элементами, новыми образами. Не зря выставка называется «Мир образов» Мирзы Мамедова. События насыщены именно этими новыми образами. Художник, которым сплелись традиции уральской художественной школы «Восточная корня» – сплав и рождает удивительные работы «Мир образов и чувств мастера». Я очень благодарен жителям Новоуральска о том, что они сегодня пришли. Я очень благодарен руководству художественной школы Веры Вадимовны Назаренко и тем, которые работают в этом школе. Я думаю, благодаря им, дети, которые родились в Новоуральске, в этом городе Новоуральске, получают огромный багаж для своего будущего. Напоминаем, что выставка будет работать до начала февраля. Приходите, и среди суровой уральской зимы вас согреют капельки солнца в работах замечательного художника Мирзы Мамедова. Через несколько минут наш эфир продолжит еженедельная программа «Объективно о спорте, о последних спортивных событиях». А сразу после смотрите рубрику «Новоуральской вещательной компании» «Молодежный авангард». Ее героем стал Александр Вахранев. Этот молодой человек уже не первый год увлекается созданием мультфильмов из конструктора «Лего». О том, как хобби может стать путем профессии, поговорим в нашей студии. На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова